Награды нашли своих героев. Победители смотра конкурса «Московский двор. Спортивный двор» собрались в зале коллеги Департамента физической культуры и спорта города Москвы. Смотр конкурса «Московский двор. Спортивный двор» проводится в столице с 2005 года в целях популяризации движения, поощрения самых активных его участников, демонстрации достижений и обмена опытом. Конкурс, который уже который год проводится, «Московский двор. Спортивный двор», это на самом деле не просто выявление лучших и не просто соревнования. Для нас этот конкурс – это фактически смотр наших общественно-спортивных сил на места. В этом году конкурсная комиссия присудила награды победителям в шести номинациях. Лучшее физкультурно-спортивное учреждение по месту жительства по праву досталось центру досуга «Измайлова». Лучший спортивный двор, по мнению комиссии, находится в Тропарево-Никулино, на улице академика Анохина. Особое внимание в столице уделяется организации семейного спортивного досуга. Секционные занятия для семей, веселые и яркие праздники – это и лучший метод воспитания детей на собственном примере, и лучшее средство укрепления семейных ценностей. Награда в номинации «Лучшая спортивная семья» присуждена команде «Семья Заровых» из Печатников. Победа на городских соревнованиях является заслугой всех структур, ведущих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу на территории округа. Поэтому в программу смотра конкурсов включена номинация «Лучший административный округ по проведению соревнований в рамках спортакиады по месту жительства «Московский двор – спортивный двор». В этой номинации победа у Юго-Восточного административного округа столицы. За любыми достижениями кроется труд талантливых творческих специалистов. Лучшим организатором физкультурно-спортивной работы по месту жительства стал господин Натачаев из района Силина. Муниципалитет ВМО Орехово-Борисово-Южное завоевал первое место в номинации «Лучший муниципалитет внутригородского муниципального образования в Москве» по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства. Будем надеяться, что пример и опыт победителей станут для москвичей дополнительным стимулом для приобщения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, для собственного участия и успеха в Москве.